Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да вроде все правильно. Ну вот, тема у нас такая комплексная, в том смысле, что составная. Мы будем говорить о некоторых синтаксических конструкциях в питоне, которые, между прочим, могут являться просто определенным видом синтаксического сахара, а могут соответствовать и совершенно другому пониманию объектной модели. Все эти темы достаточно большие, чтобы на каждую из них можно было прочесть лекцию, но у нас столько времени нет. Поэтому, как обычно в таких случаях, дальнейшее исследование темы предоставляется вам. Начнем с самого простого. Самое простое – это то, что называется в программировании декоратор. Декоратор – это чистой воды синтаксический сахар, то есть это инструмент, который за очень небольшим исключением, про исключение я, разумеется, расскажу, за очень небольшим исключением, является просто удобной формой записи одного достаточно популярного шаблона программирования, когда вы подменяете одну функцию другой с тем же именем. В чем смысл? Смысл в следующем. Предположим, у нас есть функция от двух параметров. Вот, я сказал от двух параметров, а ты что сказала? Который возвращает значение. Функция как функция. Предположим, что мы в отладочных целях – это все очень учебный пример. Предположим, что мы в отладочных целях хотим трассировать работу этой функции, ну, например, чтобы она при каждый раз, когда эта функция вызывается, чтобы выводились ее входные параметры и результат. Что мы можем сделать? Мы можем, ну, написать в коде что-то вроде, вывести параметры, вывести результат. Мы можем написать новую функцию, которой передадим эту нашу функцию в качестве параметра. Вот, все ее параметры, пускай они будут для простоты только позиционные, тоже ей передадим. Дальше мы сделаем вот так вот. Дальше мы сделаем вот так вот. И дальше мы сделаем вот так вот. Теперь, если мы вызовем функцию fun, то она сработает, как обычно. А если мы вызовем функцию new fun, она вот сработает, как… А, если мы вызовем функцию new fun, она обмажет функцию fun соответствующим выводом. Да, только тут еще, я забыл сказать, return res. Вот. Да, она обмажет функцию new fun соответствующим выводом. И вот это будет трассировкой, да, а это будет результатом. При этом результат работы окажется тот же. Вот. Мы даже можем, вспоминая о том, что у нас есть понятие замыкания, мы можем даже сделать вот так, да, зная, что функция fun – это fun, мы можем сделать вот так, и все равно все будет работать вполне себе хорошо. Вполне себе хорошо. Вот. Ну, просто функция fun замкнется из глобального… А, нет, она будет смотреть, даже не нужно замыкание, она из глобального new space возьмется. Проблема в таком способе перехода от трассируемой функции к нетрассируемой состоит в том, что нам придется везде, где у нас в конч был написан вызов fun, написать вызов new fun. Ну, такое себе. Да? Значит, мы можем поделать по-другому. Мы можем даже сделать вот так вот. Ну, на самом деле не можем. Вот. Почему не можем? Потому что вот здесь вот, ну, да, потому что вот здесь вот мы этот fun вызывали из глобального name space. Значит, надо сделать вот как раньше, да, вот. Как сделать так, чтобы заменить обычное слово fun на трассируемую функцию? Наверное, нам нужно определить внутри новую функцию. вот. Вот так вот. Замкнуть туда эту самую функцию fun. во. И здесь возвратить этот самый в раппер. То есть написать функционал, да? Что такое теперь этот new fun? New fun – это функционал, который изготавливает из функции fun обертку. и эта обертка, ну, занимается в данном случае выводом входных и выходных и выходных параметров возвращаемого значения. То есть, если прямо написать, ну, даже вот fun. Args. Ага. Спасибо большое. Вот. Ну, давайте еще раз определим нашу функцию fun. Да? Fun от 1, 2 – это вот так. n new fun от 1, 2 – это вот так. Вот теперь мы можем смело писать что-то типа fun равняется new fun от fun. Почему? Потому что нам, наверное, больше не нужна ссылка на основную функцию, а она там залипнет вот здесь вот в замыкании пространства имен и все будет хорошо. Пробуем. О! Да? Вот. Значит, в этом случае мы просто подменили функцию fun в рапером, а вокруг этой функции fun, которая что-то делает дополнительное нам нужно. Ну, вот мы только что изобрели декоратор, на самом деле, в чистом виде. Просто для декораторов в питоне есть особый синтаксис, который реально выглядит вот так. Вот этот new fun, который мы только что написали, это функционал. функционал нам изготавливает обмазанную нужными нам действиями функцию и возвращает ее. И вот здесь вот у нас внезапно... О, видали? Это ровно она, обернутая функцией multi. Да, ну fun, поскольку мы его тоже обернули. Это такая же точка оберка. Обратите внимание, что функционирование функционирования декоратора, вот он, видите, символ бибячка в начале, вот, значит, функционирование декоратора и функционирование его напрямую, когда мы написали этот декоратор, ну, функционалы и вызвали вот так, он абсолютно одинаковый результат. Это вообще, говоря, одно и то же. Единственная разница, я говорил, что это практически только синтаксический сахар, единственная разница стоит в том, что у нас в namespace вообще не присутствует никогда функция multi в необернутом виде. То есть она присутствует в какие-то моменты, которые мы не в состоянии контролировать. Но нигде в нашем коде символ multi не указывает вот на эту функцию. Только в момент задания. Вот. И это очень удобно, потому что вот такие вот, вот такие вот странные подмены в непонятных местах нашей программы могут превратить ее в тыкву. Вот. Кроме того, декоратор является достаточно известным шаблоном программирования, и очень многие фреймворки им пользуются просто в хвост и в гриму, потому что вот у вас есть, допустим, процедура авторизации в каком-нибудь Django. А нет. Ну да, процедура авторизации в Django. А вы хотите превратить ее в процедуру двухфакторной авторизации. Вы просто обмазываете декоратором двухфакторной и не паритесь. Вот. Ну, примерно так это устроено. То есть, это очень сильно повышает читаемость, особенно если имена декораторов не такие сказочные, как я придумал сейчас, да, а какие-нибудь говорящие. Вот. Такие дела. Значит, соответственно, если вы написали некоторый код, вы можете обмазать декоратором функцию, а можете закомментировать, да, и в результате та же самая картина, берем и пишем вот так, да, и все работает как раньше. Единственное место, очевидная, очевидная, значит, модификация, вот это все. Вот. Поскольку это, если хотите, такой объектный подход в отсутствии самих объектов, да, такое наследование для функций, да, вот. Мы хотим модифицировать функцию по определенным правилам, фактически сделать от нее наследника, но не мы хотим сгородить дерево классов, не хотим сами вручную все это писать. У нас уже есть декоратор, который называется, ну вот в данном случае Ньюфу или как-нибудь так, который все это будет делать. Вот. У меня есть статья, ссылка на статью на Хабри, довольно-таки живую, она, правда, довольно старая. Вот. Это для тех, кому вдруг оказалось непонятно, что я сейчас сказал, но мне кажется, там все предельно, предельно логично и вот. Значит, совершенно очевидно, что конструкция декоратор 1, декоратор 2, декоратор 1, функция, дефункция. Это декоратор, примененный к декоратору. Вот. Вот и все. То есть мы вызвали вот в этом присваивании, оно просто произошло два раза. Вот. Это, кстати, очень удобно, опять-таки, если вы хотите навесить несколько дополнительных свойств на функцию, и эти свойства выражены в виде декоратора, вы просто их перечисляете. в нужном порядке. Вот. Давайте попробуем. А что будет? Интересно же. Ну, я вам говорю, что она должна просто два раза сдампить ввод и два раза сдампить вывод. Вуаля. Вот. Ну, окей. Если все было понятно, давайте внесем немножко, как это сказать, без мата. Я знаю хорошие слова. короче, более интересное что-нибудь придумаем. Немножко живости. Вот, правильное слово. Живости и непринужденности в это все внесем. А именно, а что будет, что будет, если мы где-то написали, ну, буквально следующее. Декоратор. у этого декоратора внезапно оказались скобочки. Здесь параметры. А дальше, ну, и дальнейшее понятно. Вопрос. Вот эта конструкция, что должна означать? Чисто из соображений синтакса Питона. Ну, да. Значит, эта конструкция чисто из соображений синтакса Питона означает, что вот эта штука, декоратор, да, вызывается с вот этими параметрами, возвращает сюда что-то, и этим чем-то декорируется функция FAN. Ну, понятно, да? Если мы не писали круглых скобочек, если бы написали вот так, то нам сказали, это функция, а если мы вызвали круглых скобочек, вызвали функцию, то нам показали возвращаемое значение. Таким образом, если здесь есть круглые скобочки, то вот эта функция декорируется возвращаемым значением вот этой функции с параметра arcs. Таким образом, вот эта конструкция должна, опираться на функцию, которая должна вернуть декоратор, и этим декоратором мы отредактируем функцию FAN. Такая вот фигня. Давайте напишем декоратор, который n раз делает, ну, не знаю, выводит результат функции. Да? Дев. Репитер. Это декоратор, который возвращает декоратор? Да. Это декоратор, который возвращает декоратор. Я не зря спросил, вот почему тут скобочки, да? Поскольку вот эта штука, бебячка, означает, что дальше идет декоратор, вот это должен быть декоратор. Вот и все. Да. Ну что? Репитер. n раз. Да? Дев. Декоратор. От фун. Дев. New фун. От аркс. Что мы хотим? А. Вернуть список. Return. Скажем, список. Фун. Вот. Аркс. For. И. Range. Н. Так. Это внутренняя функция. Декоратор должен вернуть new фун. Наш параметрический декоратор. Нужно вернуть декоратор. Вот. Ну, пробуем. Что у нас там? Мульти, да? Репитер. 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 Ну, скажем, от четырех. Дев мульти. А за B. Return. А умножить на B. Это было B. Это было B. Ну, вот тут в чатике уже спросили про две разные обедки. Я на этот вопрос успел ответить. Как всегда, некоторые вопросы, некоторые люди задают, как это сказать, очень к месту. Потому что действительно надо было... Да. Ну, что, давайте пробовать. Та-дам. Это оно. Значит, когда мы видим декоратор, возвращающий декоратор, которому нужно передавать функцию, у нас крыша немножко едет. Но когда мы видим вот такую конструкцию, она должна как бы немножко вставать на место, потому что совершенно очевидно, да, что мы должны вызвать что-то с какими-то параметрами. Это что-то должно вернуть декоратор. Этим декоратором будет задекорирована функция. Собственно, так и произошло. Обратите внимание на глубокое залегание и замыкание. Вот это N, оно даже не отсюда берется, а вот отсюда. Оно, так сказать, non-local на два уровня выше для функции new phone. Вот. Но оно там есть. О, а еще там есть функция fun, которую она обернула. Сейчас. Маленькое забегание даже не вперед в ту лекцию, которая будет в четверг. Сейчас, секунду. Маленькое забегание вперед в четверговую лекцию для магистров. О, смотрите, какая красота. Значит, вообще интроспекция в питоне вообще есть вообще всегда. Извините за троекратное вообще. И все инструменты интроспекции в питоне, они просто делают ее еще более удобной. Вот и все. Помните, мы, чтобы дотянуться до этого объекта, там еще говорили точка Celsius, точка что-то такое. А тут оказалось, видите, есть специальная функция. Ну вот, и это все, что я хотел вам рассказать про декораторы. Потому что... Давайте посмотрим, есть ли какие-то удобные декораторы в удобных примерах. Кажется, нет. Да, конечно. Можно ли декорировать лямбда функцию? Хороший вопрос. Кажется, так просто не выйдет. Надо вызвать какую-то подковерную штуку, которую вызовет декоратор. То есть вы можете декорировать лямбда функцию прямо самим репитером. Смотрите. Ну, скажем, от четырех. Кажется. Смотрите. Декоратор – это всего лишь такая синтаксическая конструкция, которая на самом деле, мы помним, замещает вот это. Где она там? Фун равняется, не фун. В случае лямбды нам нет необходимости в таком замещении. Потому что сама лямбда не образует на экспрессе никакого имени. Ну и прекрасно. Вот вся любовь. Довольно простая. Вот. Что еще? Декоратор метода в классе – это просто обычный декоратор функции. Как написали, так и будет. Поскольку класс – это callable, классу никто не мешает быть декоратором. Есть такая дисциплина оформления декораторов в питоне. Не знают, куда она идет. Идет явно с каких-то языков программирования, где только так и можно. Есть такая дисциплина оформления декораторов, в котором декоратор является классом. У него есть метод call, который, собственно, работает оберткой. Ну, вот это вот все. Фишка декоратора класса состоит в том, что, не знаю, видно вам или нет, состоит в том, что нам не нужно делать функционал. Функционалом выступает пара класс, экземпляр класс. Вместо этого мы у этого экземпляра класса делаем метод call, который все, что нужно, вызывает. Давайте перепишем вот этот вот репитер. А, кстати, репитер можно будет же сделать. А какие проблемы? Сейчас, дайте подумать. Нет, репитер сделать нельзя. Барометрический декоратор я не знаю, как сделать. Обычный декоратор написать можно. Давайте попробуем. Значит, дев класс, да, класс, репитер, 4, потому что нельзя, да. Дев, init, давайте прямо перепишем отсюда. init, это, собственно, функция, которую мы декорируем. Да. self-function равняется fun просто тупо. Вот. А метод call, да, а метод call, у нас же декоратор должен быть вызываемым, да, ну вот он сейчас будет вызываемым. А метод call, собственно, отвечает за декоратор декорирования, ну, сколько он там, 4 раза, да, фун, фун, аркс, извините. return, ну, и вот это вот все вот. Только не фун, а сел в точка фун. Точка фун, и не на 4, потому что мы не научились делать параметрический декоратор. Я, кстати, уверен, что его можно как-нибудь сделать, просто я пока что не готов с этим. Ну вот, давайте посмотрим. It works. Значит, обратите внимание, что вместо изготовления функционала мы просто разложили это на два разных метода. init, это вызов, собственно, нашего класса, конструкция экземпляра класса. А экземпляр класса, у него есть метод call, он callable. Да, при этом понятное дело, что мульти превращается из вот такой вот странной конструкции, которую мы видели, из кусочка, кусочка, кусочка локалса, вот, да, вот, превращается просто в экземпляр класса репитер 4. Да, реализация декоратора с помощью класса просто берет более обширный функционал? Менее обширный функционал, да. Менее? Конечно. Ну, то есть, например, что мы можем внутри класса длить какие-то репуты и тому подобное сделать. Вы-то можете сделать внутри функции, кто вам мешает. Ну, это да. Как бы импорт, это импорт. Вот. Кстати, маленькое замечание. И вообще импорт в произвольном месте много раз сделанный, это не тяжелая операция, потому что все импорты в питоне кэшируются. Даже наоборот, если вы, например, как-то в рантайме модифицируете то, что потом импортите, вам придется очень долго убеждать питон, что надо переимпортить и прочитать новое содержимое. Вот. Поэтому, если вы пишете импорт прямо в коде, то это, конечно, не очень хорошо. Но каждый следующий импорт будет просто одним заглядыванием на и-спейс, нет ли такого закэшированного модуля. Если есть, он сразу заработает. Ну вот. Наверное, есть способ сделать параметрический декоратор с помощью класса, но мне он в голову не приходит. Я сейчас три секунды подумаю. Нам же нужно вызвать класс. Да нет, надо просто сюда положить декоратор, и все, и все будет хорошо. Надо, чтобы кол возвращал декоратор. Вот вся любовь. Ничего военного совершенно. Ну, в общем, там много всякого интересного можно придумать. Значит, можно декорировать классы. Кто мешает? Та же самая история. Это всего лишь синтаксис, при котором функции передается класс, а она выдает класс. Вот и все. Ну вот, не знаю. Прям пример из лекции. Значит, делаем декоратор, который строковое представление класса обертывает в лишние скобки. И больше ничего не делает. Да? Ему должен передается класс, потому что это будет декоратор для класса. Вот эту штуку мы будем вызывать. Давайте через дев, чтобы не это самое. Чтобы попроще. Тогда, значит, не через init, а все проще. Значит, что мы делаем? Мы делаем что? Мы определяем новый класс. В этом классе определяем новую переменную. который будет вызывать старый метод стр. Дальше мы его перебиваем. Ну, не знаю, лямбда. Ну, что там, self, да? X. Посмотрим. Имя переменной такое. Мы помним, что self не являются ключевым словом. По-моему, все. Че, 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 че? А, я забыл сказать. Хе-хе, хе-хе, хе-хе. Да что ж такое? А. О, вот они. Собственно, все. Если вы декорируете класс, вы можете поступать двумя способами. Первый. Манкипатчить сам класс, как я сейчас это сделал. Взял и носовал туда каких-то других методов, прямо в сам класс. А можете задать новый класс, в котором вы это перебьете, будет все то же самое. Двадцать. Ну, давайте это тоже сделаем ради того, чтобы пощупать пальцами, а не только поглядеть глазками. Да, значит, переделаем наш брейсер таким образом, чтобы в нем, значит, возвращался новый класс. Вот, вот, дев, стр, self, return, супер, стр, да хоть, блин, вот так, кто нам мешает. Кажется, этого хватит. А это все не нужно. Давайте посмотрим в шпаргалку. Да, я забыл, как обычно, забыл заретернуть класс соответствующий. Кажется мне, что эта картина также точно работает. И творкс. Вот. Единственное, что у нас теперь экземпляр класса С будет вот такой. Так-то мы его просто за манки патчили, а так мы его, видите, заунаследовали за все вот это вот. Ну вот. Давайте, что ли, я забегу в конец нашего разговора, хотя это и не очень правильно. В конец нашего разговора, чтобы показать, как правильно оборачивать функции. Мы делаем это так, from, include, functools, functools, import в raps, вот. И дальше мы делаем дев, допустим, что там у нас было. Сейчас, секунду. Странный движок, не хочет мне репитер мой. Вот он. Ну и что, что тебе не понравилось-то? Что, мне придется удалять, что ли? Вот. Значит, в этом классе давайте вот что сделаем. Давайте вот эту функцию. Более, значит, нет, не так. Давайте сначала посмотрим, как это выглядит. Да? Если мы напишем репитер. Вот, значит, если мы напишем вот так вот. Во. Да? Б. Что у нас будет в этом самом мульте? Мульте у нас будет вот такая вот кишочка. И тут будет много всякого неприятного. Даже если мы вот здесь напишем help on multi. Да? Все равно нам ни help, ничего хорошего из этого мульти не покажет. Ну так вот. Этот самый в ропс, который мы, который я достал из функтулс, кстати, я его забыл достать. Секунд. Кстати, а для долл стринг должен быть не проектовать? Долл стринг в любых кавычках, потому что это стринг. Стринг вообще-то это четыре варианта подразумевают в питоне задание. Любой из них годится. Вот. Ну, смотрите, если вы мне не верите. все равно это я хотел показать, да? Так работает. Торни кавычки это всего лишь это самое, всего лишь договоренность такая. Ну так вот, если написать вот так, то при создании функции new fun в нее начинают подкладываться параметры, которые, всякая мета-информация, которая принадлежала функции fun. Вот. смотрите. И при этом оно работает. Че? Вот. и хелп работает. Вот такие дела. Значит, вот для этого нужен в рапсе. Я, кстати, не нашел аналогичного в раппера для декоратора классов. Этот не работает, там начинает кое-чего разъезжаться. Вот. Сам по себе он тоже является декоратором, обратите внимание. поэтому мы не зря на это все посмотрели. Ну вот. Это кажется тем про декораторов все. А у нас сегодня, как я обещал, еще много тем интересных и полезных. Следующая тема это дескрипторы. Значит, что такое дескриптор? Это не то, что вы думаете. Я не знаю, почему он называется дескриптор. Так исторически сложилось в Питоне. На самом деле, дескриптор это механизм в Питоне поддержки специального шаблона дизайн-паттерн, который называется гетер-сеттер. Мы знаем, что в Питоне все поля объектов абсолютно беззащитны перед нами, и мы туда, что хочешь, можем написать в это поле, и даже удалить поле из объекта можем. А еще иногда хочется не только защитить как-то поля от удаления или переписывания, сделать какие-то эридонные и так далее, скорее усложнить саму логику работы с полями. Вот мы написали объект точка поля, а на самом деле мы хотим вычислить какую-то, то есть запустить какую-то функцию, которую результат вычислил. Или написали объект точка поля равняется чему-то, но на самом деле мы хотим запустить функцию, которая будет по определенной логики вот это что-то куда-то там как-то так использовать. И вот эту конкретную модель как раз и реализует дескриптор. Протокол дескриптора означает, что наш объект должен поддерживать методы get, set и delete. Достаточно только get, тогда это будет так называемый non-data дескриптор, то есть такое поле, обращение к которому только на чтение приведет к запуску getter. А если определен еще и set, то это тогда будет уже data дескриптор, и если мы попытаемся записать что-то в это поле, то на самом деле запустится этот самый сеттер. Понятное дело, что если set не задан, то попытка перебить, записать что-то в поле, просто создать локальное поле класса, обычный объект, никакой не дескриптор, ничего. А если метод set задан, то еще раз, объект с методом ми, вот такими, это собственно дескриптор. Соответственно, если вы сделали у класса поле, которое будет такого типа, что у него будут вот эти функции, то все. Получается, что при доступе к этому полю будут, вместо того, чтобы просто класть в соответствующий словарик значения, вместо этого будут запускаться соответствующие методы этого самого поля get-set-delete. Вот. Это поле класса. Как вы будете пользоваться самим фактом, что у вас вызвался этот гейтер, не моего умодела, вашего умодела. Вот. Конкретный экземпляр класса, с которым вы работаете, передается вторым параметром в эту функцию, потому что, еще раз повторяю, это обычное поле класса. На всякий случай сам класс тоже передается в эту функцию, он туда передается третьим полем. Что еще? И да, если у вас есть поле в вашем классе, у которого поддерживается вот это, есть хотя бы get, то даже если мы что-то сделаем с диктом у вашего объекта, все равно дернется именно get-ter. Вот. Такие дела. Ну, давайте в пример посмотрим, вот в этот. определим полноценный дескриптор. Еще раз повторяю, дескриптор это такое поле, у которого будут get-ter, set-ter, вот это все. get, self, какие там параметры, obj.cls, obj.cls, ну, давайте просто напишем print, какой-нибудь, get, obj.cls, из какого объекта какого класса. Это наша диагностика, ну, а return, ну, не знаю, return, ну, допустим, не знаю, obj. Нет, давайте сто пятьсот. Dan, bev. Ну, на самом деле вот этого уже достаточно. Это тот самый non-data дескриптор. Вот. Мы обращаемся к полю по имени, но в результате того, что это поле такого специального типа, не сможем мы это сделать. В результате того, что это поле такого специального типа, что у него есть метод get, вот, этот метод get вызывается сюда, и возвращается то, что возвращает метод get. Чуть более сложный пример, давайте попробуем с хранением, да, с методом set, и все такое. Заведем, значит, метод set, dev set, self, что там у нас, какие параметры, объект и значение. Почему там класс не передается, не знаю, ну ладно. А, ну потому что мы и так знаем, какой класс, если мы set, да. Вот, ну, self. Ну, допустим, value равняется val, да. Не сел, общ. Обратите внимание, что мы сейчас описываем не весь класс, а только его поле. Это поле будет поддерживать протокол дескриптора, а сам экземпляр класса передается вот сюда в качестве параметра общ. Вот. Ну и, соответственно, общ. val. Да. Так, здесь напишем print. set. Что? Обж. To. Val. Вот. А, валюю. Ага, спасибо. Спасибо большое. Вот. В следующий раз громче говорите. Отсюда плохо слышно. Вы помните нашу договоренность. Разговаривать можно, но не тише, чем я. Вот. А еще лучше громче. Микрофон-то все здесь. Вот. Хорошо. Давайте проверим. Ой. Откуда там сто пятьсот? Что я сделал неправильно? я забыл создать объект. Да. Такого нету. Да. Вот он, вот он, сетер отработал, а вот гетер отработал. Все, в общем, примерно так, как предполагалось. Обратите внимание, что в зависимости от логики поведения, ну, еще есть делитер, да, со всеми теми же пирогами. Обратите внимание, что в зависимости от логики поведения гетера, сетера и делитера у вас может создаться поле объекта, который невозможно удалить, поле объекта, которому невозможно ничего присвоить, объекта при присваивании в которую вы проверяете тип короче говоря прямое связывание имени с объектом внезапно превращается в заранее определенной логикой логика геттеров сеттеров и делитеров процедуру единственное что важно что вот этот самый вот этот самый объект который f он должен быть такого типа да у этого поля должны быть соответствующие геттеры если их если их питон видит он их и вызывает вот довольно удобный инструмент который позволяет позволяет ну по всякому экспериментировать мы с вами это уже делали по всякому экспериментировать как раз именно с логикой вот кстати давайте приведу один маленький неприятный маленький неприятный момент давайте мы определим дев стер от сел ну и return что-то типа селс сейчас как там она сделана а нет это не здесь не здесь не здесь не здесь не здесь вот давай так давайте чем сделал о да для красоты вот так посмотрим получится ли у нас упс чем мы сделали не так смотрите ну казалось бы вот все все хорошо у нас геттер а сам себя рекурсивно вызывает вот в тот момент когда мы смотрите вот только не этот класс а следующий вот здесь вот когда вот здесь захотели вывести общ он дернул общ . он дернул геттер и начал ходить по кругу вот поэтому 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 значит в таких случаях когда мы пытаемся обж выводить не надо выводить от него стыр вот вот в этом месте да вот в этом месте вот в этом месте мы вызвали стыр от обж стыр от обж нам пошел вот сюда дернул геттер ну и пошло поехало видите да соответственно для того чтобы это дело пресечь нам нужно всего лишь не вызывать стыр а вызывать например репр репр если вы помните это другая функция она у нас не перебита и все будет хорошо вот ну вот ну-ка все продолжает работать таким дела значит таким образом можно таким образом можно очень много чего реализовать на этих самых геттер и сеттер ах таким образом можно сделать разумеется защиту от записи в поле потому что у вас будет вызываться сетер и в этом сетере вы можете навести какие угодно правила что можно записывать что нельзя а заодно и делитер можно тоже написать и тогда это поле и удалить будет нельзя все если вы нельзя не удалить не то есть вам придется модифицировать сам класс ну как это полной защиты в питоне ни от чего никогда нету вы все что угодно можете сделать просто на 100 минут питона вот просто например модифицирую соответствующий день такие дела если есть вопросы кстати задавайте ну окей значит гетер сетер делить да если у соответствующего поля есть хотя бы сетер лучше гетер тоже и делить то это поле начинает вести себя при доступе к нему не как обычная запускает соответствующими вместо обычного присваивания взять кстати о дикте мы до сего момента всегда считали что пространство имен объекта это его дикт это не совсем так значит какой главный недостаток у объектной модели с диктом в питоне главный недостаток состоит в том что каждый раз когда мы создаем экземпляр класса со своими полями мы вынуждены создавать отдельное пространство имен у этого экземпляра класса и каждый раз когда мы меняем в нем поля мы меняем в нем значит вот эти самые пространстве на это такой универсальный инструмент который хорошо работает теоретически но он и практически отлично работает вот но который плодит эти пространства и он в общем плодит их да у нас получается что в каждом объекте есть по дикту в этом дикте есть есть те же самые имена что и в классе но только другие смысла только это другие объекты потому что это поля поля экземпляра они поля класса и так далее так далее вот иерархия иерархия диктов один из которых является пространственным класса другой пространственным объекта она в общем выживет какое-то количество памяти между тем подавляющее большинство программ такого классического объектного подхода не подразумевает модификацию пространство имен объекта вы не добавляете отдельные новые поля прямо в объект модификации его дикт ну объявили определили в классе сколько какие у вас будут поля вот этими полями пользуйтесь новые поля не добавляйте то есть вот конкретно фича питона что вы можете сделать вот так вот потом сделать вот так вот и потом написать вот так вот да редко когда нужно при обычном классическом подходе к объектному планированию это очень хорошая фича она хвост и в гриву используется во всяких движках питоньях да но для этого надо уметь думать и писать напиток если ваш ваш алгоритм не подразумевает вот таких мелких извращений да то вообще говоря создавать отдельное пространство имен для каждого экземпляра класса не нужно можно попытаться создать одно большое глобальное пространство имен где бы эти имена были перечислены а дальше просто для каждого экземпляра класса создавать очередное entry в этом пространстве и что вот в этом классе этот элемент там перебит равен тому вот именно этот механизм один большой список имен на все экземпляры класса и доступ к ним по специальному протоколу именно этот механизм и реализует понятие слоты вот как обычно в питоне это выглядит крайне тупо и просто вы просто определяете в классе специальное поле под названием слот и это будут имена имена доступных полей в этом классе все да а скажем б и скажем ци других полей в этом классе быть не будет на ней в в экземплярах этого класса быть не может вы еще можете задать какие-то поля класса со значениями ну типа d равняется сто пятьсот вот таким образом устроенный класс будет порождать объекты с особыми свойствами в этих объектах обычными полями полями доступны на чтение запись будут только поля перечисленных слот а вот это поле останется навсегда полем класса причем защищенным от записи давайте попробуем да может быть и список это и так работает и сяк вот значит ну если погодите вы путаете разные механизмы когда у нас слева и когда у нас множественное присваивание и множественное связывание и есть какой-то синтаксис слева этот синтаксис слева это вообще не кортеж не не список ничего да это явное перечисление каких-то элементов вот этих элементов должен быть должно быть ровно столько сколько справа сколько динамически образуется справа если вы не предусмотрели кичел вариант со звездочкой на вас поэтому здесь это просто здесь не просто имя поэтому тут ничего такого другое дело что кажется все таки нужно писать там список а не кортеж но с кортежем работает вот ну так вот смотрите что я сделал неправильно может все таки список я слову слуц не танец а я его еще не задал еще бы он был чему-то равен давайте вернем д будет недоступны изменен сейчас мы все это увидим смотрите вот он теперь есть такой до c а ну там cc например тоже есть а cd вообще нету они cd тоже есть cd он есть и так а вот записать туда ничего нельзя а всех остальных полей нет вообще почему потому что вообще у нас есть одна структура под названием слоты на все экземпляры класса в этих в этой структуры под названием слоты заранее уже нами при описании класса задано какие там есть слоты под изменяемые изменяемые поля а какие есть просто поля класса которые неизменяемые потому что они поля класс чем-то не клади я кстати думаю что если скажу вот так вот то тут конечно можно поменять и вы какие вопросы а так все равно нельзя и это реально другая модель другая объектная модель в питоне для сильного ускорения работ да она может не все как вы видите что может объектная модель динамической с словарем вот но зато по времени считается гораздо более быстрый вот именно в силу того что никаких копаний в name space их нету есть одна довольно эффективная структура под названием под названием слоты и вот в ней то вы копаете ну фактически она сама себя копает давайте посмотрим да хорошая идея ну во первых дир отцы они там все во вторых c.dict c.dict его нет и она собственно признак того что ваша ваша объектная модель базируется не на нем и на слотах зато есть слоты у c как класса разумеется есть дикт потому что ну потому что когда его создавали никаких слотов не было когда создавали класс c да тот кто его создавал слотами не пользовался поэтому у него ездить потому что когда-то давно это был дикт но с усложнением с усложнением как раз объектной модели пришлось собирать по кускам ну смотрите если у вас есть например иерархия классов да вот спой с прошлой лекции то б дикт будет содержать только c а 1 рад бы вот б еще и мро засунет вот c а я тормоз да вы специально поджидали а все равно нет а нет а да вот тут есть вот соответственно все равно никакого такого прям дикта дикта не увидим кроме того mapping прокси это же на самом деле что-то вроде дикта только она сильно урезанная по функционалу да дать почитаем что это за скажем так mapping прокси это такой mapping то бишь как бы словарь только он не модифицируемый и у него нет кое-каких свойств словаря но главное свойство по нему можно пройтись у него есть айтемс у него есть там вот это самый индекс господи айтемс keys и values да у этого всего есть кстати а есть есть вот да значит вот идея mapping прокси главное стоит в том что он вообще не жрет памяти словарь жрет память если по очищаем вам нужно сконструировать какой-то 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 да какое-то данное который ведет себя как словарь но из нескольких частей то есть варианта 2 либо создаете новый словарь и все туда складываете и он живет память либо 9 делайте mapping прокси который просто ходит там каким-то местам из которых он дальше конструирует вот это вот похожие на словарь про похоже на словарь инструмент поэтому последние там много-много лет вместо словаря дикт возвращает именно вот это словароподобное не жрущая память нечто можно почитать кажется нет кажется нет это в этом их отдельный смысл что у них нету они очень быстрые да у них нет такого вот ходить папаным space am нет ли где-то там где-то сам вы можете знаете где вы задать слотам значение по умолчанию вы нить да вот если вы написать вот так вот вернись я все прощу вот да прям вот чтобы уж по-серьезному да по-моему я правильно сделал ну-ка вот теперь она работает вот в этой структуре там там смотрите видите как устроена вот эта штука вот видя что что у вас есть слот да он ходит какому-то объекту сейчас мы кстати сейчас посмотрим тут в лекции будет пример в плане лекции но ведь вот вот дир например умеет вот такие штуки делать он умеет ходить к слотам вот к этому самому объекту словно оттуда вынимать эти самые значения вас теперь давайте посмотрим как это выглядит как это выглядит под капотом так ну-ка давайте посмотрим c . а кстати не финиф не факт ну-ка что там у нас type а но это потому что новым естественно о ведь слову дескрипта скорее всего механизм слотов это примерно то же самое что механизм дескриптеров давайте попробуем там нужно передать ему аргумент какой ценами о смотрите it works это просто дескрипт которому передается в качестве параметра объект чье значение нужно вернуть а он его там где-то хранит у себя уже внутри вот в этом самом у себя в мозгу вот 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 здесь вот вот в этом самом объекте такой есть от нет это объект только у класса в том-то и дело да естественно но все эти объекты это вот эти мембер-дескрипторы это 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 мембер-дескрипторы лежащие в классе и они сами разбираются когда им приезжает параметр c до конкретный объект куда его там положить в эту большую структуру это все очень быстрее уменьшает брожение по одним спейсом вам приехал объект и значение вы взяли хорошо тату объект сходили его и айди не знаю как там внутри реализована сходили в вот эту вот структуру которая все хранит взяли значение вернули все да вот ради этого все и ради этого все и было затеяно в свое время когда когда слоты придумывались вот ну то есть я совершенно уверен что там есть и сейтеры вот это вот вся ерунда вот стандартный декоратор мы с вами один стандартный декоратор в ропс посмотрели который значит позволяет красиво обмазывать декорируемую функцию чтобы она будучи обмазанной оказалась такой же значит возвращала собственный help возвращала собственные там даже аннотации кажется тоже возвращаются те же самые вот есть два два метода стандартных метода для классовой модели один называется класс метод а другой static метод не путать с методами класса и static методами в других языках программирования потому что в питоне понятное дело что но у класса нету так сказать метод в класс есть функции вот так что класс методы static метод это всего лишь всего лишь такие такие декораторы которые превращают обычный метод в метод получающий вместо объекта класс в качестве self а или метод которым вообще ничего не передается вот давайте попробуем ошибкой интересно почему static метод а static метод действительно никому не нужен вот то есть ну непонятно непонятным юз кейс сейчас вы видите почему давайте все посмотрим будет будет понятно почему это это не столько ошибку сколько зашумление пространство это нарушение да у питона зачем делать два раза одинаковые то есть зачем делать возможным решать одну и ту же задачу двумя разными способами ни один из них не лучше и так значит класс просто метод да метод ну там звездочка arcs так дальше класс метод а зачем их там и так много нам хватит заодно мы посмотрим вот они все совершенно одинаковые вот ведь они совершенно одинаковые зато посмотрим для начала для начала посмотрим как это все выглядит с точка метод это обычная функция static метод это обычная функция класс метод и это метод внезапно то есть наш в рапер класс метод что-то проделал какую-то волшебную проделал превращение функции в метод прямо при задании в классе теперь давайте возьмем экземпляр очевидно ожидаемо что обычный метод при просмотре через экземпляр превратился собственно в метод а был функцией совершенно ожидаемо что метод класса который получает в качестве параметр класс мы сейчас это увидим разумеется не изменился как был метод класса так и остался и вот ответ на вопрос почему гвида назвал static метод ошибкой ну просто возвращаем ту функцию которая к botan не делаем не делаем вот это проксирование изнутри изнутри экземпляра класса превращение класса в метод методы функции в метод много статическим методом просто обычная функция если статически немножко это просто обычный фонд пишите обычную фунт вот вот смысл этого всего не очень понять нет нет не как Ιоскейз это единственный из кейс засунуть эту обычную функцию внутренние спейса класса c чтобы никто не видел да но при этом по какой-то причине не хотим иметь дело с селфом вот я и говорю два способа решить одну и ту же задачу это не по питание смотрите мы сейчас будем можем завязывать споре но главная фишка в том что никакого бонуса от реюза не получится ну да лишние переменную только вот мы удаляем до под названием селф но вот это все ну вот да вот вот такая при этом такая запись короче чем такая запись даже есть туда и сил потому что у статик метод длиннее чем сел ну вот короче давайте их повызываем да ради интереса c значит просто метод 1 2 3 ожидаемо поскольку метод превратил поскольку функция превратилась в метод до первым параметром вставился ссылка на наш экземпляр класса c класс метод ожидаемо поскольку уже на уровне класса это был метод значит туда должен приехать первым параметром тот объект чей он метод а он метод класса c вот туда и приехал класс c в качестве параметра ну и статик метод ожидаем и поскольку это функция три параметра функции передали три получили вот там есть одна неприятность которую мы кажется в этот раз рассматривать не будем и в следующий не будем и только через раз мы к ней придем когда будем говорить про мета класс 20 но пока вы про эту неприятность не знаете считайте что все хорошо ну вот еще один удобный инструмент это декоратор под названием property который собственно оборачивает нам дескриптор более красивым способом его задания мы помним что дескриптор нужно сначала самому описать как класс содержащий гейтеры сетеры и делитеры а потом его вставить в качестве поле класс ну вот но можно сделать не так можно взять и описать ваш элемент как property выглядит примерно следующим образом класс c property дэв ну скажем x self и return сто пятьсот вот причем x этот будет как раз да ну это property object вот но как видите он прямо вот 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 здесь мы фактически задали сетер гейтер да если мы сейчас напишем c точка x равняется одному он сетер по умолчанию говорит что нельзя так делать очень удобно окей а если мы хотим сделать сетер по умолчанию до бога рази к тому моменту когда мы определили вот этот самый декоратор property на самом деле вон вот в этом объекте . property появился декоратор в самом объекте . property появился декоратор сетер в самом объекте под названием x да и здесь мы можем написать селф ну скажем вал до print вот как нибудь как нибудь так только еще вот так и вот так вот ну по крайней мере ошибки не будет а если хотите можете там где-то хранить ну дальше уже все все как-то вам на ваше усмотрение как это все будет вычисляться конце концов вот хоть хоть селф делать вот вот давайте тогда да то вот так селф точка и и пожалуйста да при этом понятное дело вы можете поменять логику ой или даже вот так вот вот если кто не в курсе в питоне поддерживаются комплексные числа и то что вы видели это комплексное число с действительной частью 12 мимо 56 а это естественно его абсолютное значение комплексное число ну квадратный корень там из вот этого ну вот да как видите гораздо проще оперировать с поперциями чем с дескрипторами из из но поскольку дескрипторе из из это протокол наличие сейтера геттера делитера проперции это просто красивый такой так красивый синтаксис вот то рекомендуется ну как бы все пользуются проперциями обратите внимание также на то что о при использовании декоратор по оперции у вас опять-таки не зашумляется пространство имен у вас появляется единственный поле x и и больше ничего вам не нужно придумывать как называется гетер как называется сетер вот икс все вот здесь тоже x боль то здесь нельзя писать не x вот такие дела это что касается стандартных некоторых декораторов их на самом деле довольно много декораторы довольно часто используется в в питоне вот ну например если вы вообще интересуетесь всякой функциональщины то с помощью декораторов першо вы можете сделать частично выполненную функцию которой часть параметров часть параметров значит что же вычисленная часть еще свободны вот куда почитать просто если вам интересно все что что было сказано сегодня хорошим примером является дата-класс потому что дата-класс это прям такая отдельная вселенная хитрым образом организованы это фактически что-то вроде структуры носили записи на паскале то есть класса у которых полями являются только данные вот но при этом с большим количеством всяких удобных плюшек связанных с представлением заданием операциями над этими классами более чем более серьезной отладкой проверкой синкс ну и так далее в общем дата-класс прям вселенной почитайте исходники да я забыл сказать что в питоне всегда есть исходники которые можно почитать вот ух тут прям схемы какие-то красивые написанные на питоне понятное дело в общем вот функтурус который мы с вами кажется кажется не трогали вот контекст лип вот проведем и кажется ничего не говорили интересно когда буду я про него расскажу ну там есть тоже тоже декоратор ну и тогда такие дела значит домашнего задания я сделать не успел я убил убивался убивался попыткой сделать домашнее задание до четверговой лекции и убился не сделал но я его сделаю сегодня а тесты как обычно либо в среду либо с утра в четверг будут такие дела вот все значит у нас видеть времени даже ушло меньше чем можно можно но мне кажется что тема была достаточно густые сами те были достаточно густые вот если есть какие-то вопросы задавайте вот видите да все упомянуто и выше там много чего читать придется вот еще раз напоминаю всем кто отсутствует на нашей лекции что чем дальше тем лекции будут примерно такие как сейчас вот и лишний раз приходить на них это не лишний раз давайте посмотрим я надеюсь что будет столько же сколько в прошлом году с учетом того что мы с вами устроили оффлайн ну как это оффлайновую лекцию в празднике вот 14 следующий раз мы отдыхаем от от объектной модели и будем разговаривать про файлы кодировки в общем совсем другая тема к объектной модели мы вернемся через раз когда будем говорить про метаклассы все вопрос больше нету есть да 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 известно какая будет следующее допглава скорее всего третье допглава будет та которую собственно хотела от меня кафедры алгоритмических языков а именно про инструмент статической типизации в питоне дисциплину разработки связанную с этим вот я в этом совершенно не разбираюсь но мне кажется на два академических часа я способен рассказать ну все тогда все всем спасибо спасибо